Девушки отдыхают Вы сами видели, как он посадил машину Никаких перспектив, лишняя трата времени А толку, товарищ командующий У Паршена не хватает механикам Может быть, переведем его туда А что скажет начальник штаба? Согласны стать механиком? Товарищ генерал, я хочу летать В транспортный полк требуются вторые пилоты Пойдете, старший лейтенант? Так точно Вы свободны Когда будете сдавать полк? Хоть сейчас, если новый командир готов его принять Я готов Можно Вы свободны Есть Товарищ командующий, разрешите мне Слетать с этим парнем? Имеешь педагогический секрет? Отчислить мы его всегда успеем Ну что ж, добро Слетать с этим парнем? Слетать с этим парнем? Слетать с этим парнем? КОНЕЦ 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 Ничего, ничего. Самолет чувствуете? КОНЕЦ 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 271, ветер 40 градусов, 5 метров. Посадку разрешаю. На сегодня мы свое отработали. Товарищ полковник, разрешите получить замечание? Вы летаете, как бы вам сказать, строго по инструкции, ну, как по учебнику. Ну, ведь учебники пишут такие зубры, как вы, товарищ полковник. Правильно, я не против учебников. Учебники – вещь полезная, но определенного времени. Вот вас как учили? Самолет есть механическое устройство, постоянно действующее по закону механики. Так? Так. Верно, это еще знали братья Райт, но этого мало. Вообще учебники нужны человеку до определенного времени. Знаете, когда становишься летчиком? Когда вдруг понимаешь, ощущаешь всем телом, что не самолет летит, а ты, ты сам летишь. Вообще, летчики говорят, что они чувствуют машину вот этим местом. Будете летать. Москва? Жду. Соловьев, привет. Это я, Варламов. А, пропащая душа? Привет, Сашка. Представляешь, не успел полк принять, а ты ко мне с проверкой. Командующий предупредит. Как вы там? Жена любит тебя, Шалопая? Она умерла, Саша. Еще на севере. Остались мы с Аленой. Сереж, прости меня. Вот так, старик. Да нет, ничего. До встречи. Тут я жду, приезжай. До встречи. Знаешь, Татьяна, я не могу представить себе этот берег без тебя, когда возвращайся с полета. Я знаю, Сережа. Твоя дочь, Сережа. Аленка? Ален! Ничего не понимаю, чего она делает здесь такую рань? Алена! Что за комиссия, создатель, быть взрослой дочери отцом? Ничего не получится. Ты о чем? Ни о чем, а о ком. Алена! Ты уже рассказал ей все? Я сегодня уже с ней поговорю. Согласна выйти за меня замуж? Я-то согласна. Ну, тогда завтра же после полетов подаем заявление в ЗАГС. Я делаю тебе официальное предложение. Алена? Что Алена? Я же сказал, что сегодня поговорю с ней. И довольна об этом, Тась. А если она будет против? Моя дочь против? Да, против. Она должна меня понять. Должна. Может быть, мне лучше уехать? Нет. Товарищ полковник, подполковник Варламов для проверки уверенного вам полка прибыл. Полк проверки готов. Здорово? Здорово. Как жизнь? Нормально, как ты. Ну, чего? Потом расскажу. У меня остановишься? Как скажешь. Добро. Пойдем? Получил приказ инспектировать полк Соловьева. Думаю, ты или не ты. Сколько лет мы с тобой не виделись после Севера-то, а? За лет восемь, пожалуй, товарищ инспектирующий. Да, да. Привет. Привет. Заходи, командир. Назаров плов готов. Алена у тебя? У меня. Не надо. Понимаю. А ну, кудаченька, иди с подружками в другую комнату, а ты сиди здесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Алена, что ж ты исчезла из дома? Дядя Саша Варламов прилетел, без тебя за стол не садимся, а ты... Эта женщина похожа на маму. Что? Эта женщина, она похожа на маму? Алёна. У тебя скоро начнется своя жизнь. Мне? Я хочу быть только с тобой. Спасибо. Ну, можно я с ней поговорю? Нет, ты можешь её обидеть. Ну, ладно, пойдём домой. У меня завтра серьёзный полёт. И ты это прекрасно знаешь. До свидания. Извини, Егорчик. Извини, Егорчик. Алёна. Алёна. Ладно, поезжай. Завтра в 7. Алёна. Не беспокойся, я переезжаю к бабушке. Алёна. Я готов. Я догоню тебя. Доброе утро. Слушаю. Доброе утро. Здравствуй. Ну, как спалось? Я... Я уезжаю, Серёжа. Я не понял. Не звони мне больше. И не ищи меня. Что случилось, Тася? Серёжа, не мучай меня. Тася, подожди. Я слетаю, и мы... Я тебе всё сказала, Серёжа. Не звони мне больше. И не ищи меня. Нет, Тася. Слышишь? Нет. Серёжа. Нет. Не мучай меня. Водитель, почему не работает радио? Склад закрыт, товарищ полковник. Я четыре раза заезжал и... Почему не по форме одеты? Да вот, без козырку испачкал, товарищ полковник. Передайте старшине вашей роты, что командир полка объявил вам три наряда вне очереди за внешний вид. Есть три наряда вне очереди. Ещё раз повториться, сниму с машины. Очень хочу вас всех увидеть. Может быть, это случится очень скоро. Обо мне не беспокойтесь. Дяде Алиму передайте мой большой привет. Письмо ему я вчера отправил. Ну вот, кажется, всё. Мама. Ребятки, всё рассчитал. У меня идея. Получается, дёшево и сердито. Собираемся все вместе. Нас здесь человек. Мальчишник. Все расходы беру на себя. Егорыч, не суетись ты раньше временем. Приметы приметами, но уж вы мне поверьте, у лётчика бывает это один раз в жизни. Держи, помогает, орешки. Спасибо, Егор. Ребята, наш командир. А с кем это вы? Встать. Назаров, а вы что здесь делаете? Товарищ полковник, корабль к полёту готов. А наш полёт? Разве вы его задробили, товарищ полковник? Фу ты, чёрт, совсем забыл. А может быть, товарищ инспектор полетит с вами попозже? Подполковник Варламов, сам прекрасный лётчик. Думаю, поймёт нас. Видишь ли, вот этот старший лейтенант... Вижу. В чём проблема? Понимаешь, экзамен у него сегодня на командира экипажа. Готовился, ждал, а тут учения шли, и так пришлось на месяц отложить. А теперь ты нагрянул. Может быть, ему сейчас со мной слетать, а мы с тобой через час пятьдесят. Пойдёт. Уговорил. Экипаж по местам. Есть. Ты спрашивал, где Алёна? Ладно, потом. Включил? Понял. Проверить аккумуляторы под нагрузкой. Двадцать восемь. Параметры ТГУ в норме. Триммеры проверены. Рули растопорены. Экипаж, доложите о готовности к запуску двигателей. Радиот готов. Правый готов. Штурман готов. Экипаж, вести осмотрительность. Выруливаем предварительный старт. Слева сработала. Финис свободно. Давление сто пятьдесят. Разворот справа. Понял? Рубин, я двести семьдесят первый. Задышите на воду. Разрешаю. Поставай на стопор. На стопор. Убрать шасси. Понял. Убираю. Шасси убрано. Красные горят. Рубин, я двести семьдесят первый. Разрешите исполнительный. Двести семьдесят первый. Исполнительный разрешаю. Режим взлетный. Двигатели работают нормально. Двести семьдесят первый по карте. Взлет. Двести семьдесят первому. Двести семьдесят градусов. Десять метров. Взлет разрешаю. Экипаж, залетаю. Держать руд. Руд держу. Скорость 100. 120. Двигатели в норме. Понял. 140. 160. Норма. Есть. А ну-ка, придержи. Понял. 170. 180. 190. 200. 210. Отрыв. КОНЕЦ КОНЕЦ Опять комполка полетел. Эта девчина всегда его встречает и провожает. Отставить разговорчики. Тебя это не касается. Есть, оставить. Штурман, эшелон для 222-го. 222-го, эшелон 900. Отход от второго. 222-й. Я 271-й. Разрешите пристроиться справа. Я 222-й. 271-й. Разрешаю. Место в строю занял. Нормально. Давно водителем у Соловьева? Полгода, товарищ подполковник. Стревожный он какой-то. И часто тебе от него достается. Как сегодня, например, а? И за бескозырку тебя считал. Я сам понимаю. Хотя, в общем, по делу. А вообще не придирчивый? Это он сегодня такой. С утра чё-то хмурый. Да, сам его не узнаю. Снижение до 50 метров. Противозенитный маневр. Понял. Высота 50, курс 200, скорость 380. Понял. Товарищ полковник, разрешите спросить? Разрешаю. Слух прошёл вас. Переводят в шапфлота. А куда ж мне без неба? И я, наверное, без неба не смог. А это правда, Назаров, что вы дали слово. Не возвращаться домой, не став командиром экипажа. Это верно. Молодец. Ну что ж, вот сегодня вернёмся из полёта. И пишите рапорт об отпуске. И домой, к маме. А ну-ка, качни крылом над берегом. Покруче. Выполнить стандартный разворот вправо. Понял. Радист, читайте карту. Проверить топливо в сумме и по группе баков. Проверено. Включение системы посадки. Ключина. Положение проходных защёлок по температуре. Глазовое колесо. Есть. Рубин Е-271. Разрешите посадку. Я Рубин. Ветер 40 градусов. 5 метров. Посадку разрешаю. Скорость 240, 230, 220, 210, 200. Включить посадочные фары. Внимание, экипаж. Сажаю. КОНЕЦ 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 Серёжа. Это я, Варламов. Назаров. Тиршичём. ПОНЕЦ Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Или подвела систему управления... Да... А может быть ошибка летчика в технике управления? Может быть... Как все просто... Чуть что техника виновата... Благо она возразить не может... Говорить не научилась... Ну ничего... Нас Бог скоро научим... Отличный летчик находился в кабине... Да я все понимаю, Иосиф Филиппович... Столько лет... Ни одного ЧП с этой же... Не на тебе разбиться... Продолжение следует... 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 Скорость 240, 230, 220, 210, 200. Включить посадочные фары. Внимание, экипаж. Нажаю. Ваш голос? Так точно. Что было дальше? Не помню, товарищ командующий. Как не помните? Вам что, стало плохо? Вы проходили предполетный медосмотр? Состояние обоих летчиков было в норме, товарищ командующий. Есть расшифровка режимов полета? Так точно. Полетное задание выполнялось с идеальной точностью, кроме посадки. Здесь, Василий Филиппович, резкое понюшение оборотов левого двигателя и вне элеронов и руля поворота. Попытка вывести самолет из резкого крена. Кто выводил машину из крена? Командир корабля. Вы? Так точно. Почему упали обороты левого двигателя? Не знаю, товарищ командующий. Налицо ошибка в действиях летчиков. Значит, кто-то из вас двоих выключил двигатель. Кто? Так получилось, товарищ командующий. Слушаем, Назаров. Когда мы подходили к берегу, я увидел, как из воды на пляж вышла женщина. Какая еще женщина? Просто женщина. Продолжайте, продолжайте. Высота малая была. Мы шли прямо на нее. Она вначале испугалась. А потом помахала рукой. И оглянулся. Дальше. Когда я снова посмотрел по курсу, то я заметил, что у нас увеличилась скорость. И еще я заметил, что у нас не полностью выпущены закрылки. И мы сядем с перелетом. Я хотел выпустить закрылки полностью. И не глядя, поднял тумблер выключения левого двигателя. Пожалуйста, покажите нам, как это было. На тренажере покажите. Ну, пожалуйста. А что скажет главный конструктор? Винты остановившегося двигателя могли сработать, как мощнейший воздушный тормоз. И когда машину бросила в сторону этого тормоза, то она свалилась на крыло. У членов государственной комиссии есть вопросы к старшему лейтенанту Назарову? Нет. А какие были действия полковника Соловьева? Он пытался помочь мне. Да. На такой малой высоте и сам Господь не смог бы исправить ошибку. 10 суток ареста. Вы свободны. В действиях Назарова я уверен, нет злого умысла. Скажите еще, что он вообще не виноват. Ну, почему же? Статья номер 253 у КРСФСР о нарушении правил полетов и подготовки к ним до 4 лет. Это еще надо доказать. Докажем. Все-таки взяли под стражу. Видишь? Субтитры создавал DimaTorzok неужели отлетался? Неужели отлетался? Понял. Приготовиться к съемке. Я готов. Рубин, я 501. Приступаю эксперимент. Разрешите выключить левый двигатель. Я Рубин. 501-ому разрешаю. Понял. Субтитры создавал DimaTorzok пауза в 3 секунды. Включить посадочные фары. Внимание, экипаж. Вот эта пауза. Сажаю. Да, задача. Ну что ж, эту версию можно проверить. Ну, я у тебя... И все-таки, Сергей Сергеевич, не могу отделаться от ощущения, что слово «сажаю» говорит другой голос. Это уже мистико. В стрессовой ситуации и голос у человека может меняться. Ты это оставь. Надо, надо вспомнить, товарищ сержант, это очень важно. Вот в то утро, когда произошла катастрофа, на вашем участке никого из женщин не было. А не было никого, товарищ полковник. Ну, может быть, кто-нибудь из отдыхающих в санатории ненароком зашел? Не, не было. Значит, вы утверждаете, что когда вы заступили на дежурство, здесь никого из женщин не было. Не было, товарищ полковник. Теперь я вижу вас, товарищ следователь. Понял. Подавайте команду. Варламов. Внимание, экипаж. Сажаю. Все нормально. Три секунды. Обернулся снова взгляд по курсу. Ровно столько длится пауза между словами «Экипаж сажаю». Отключение внимания летчика при посадке на малой высоте, да еще на три секунды гибель точно. Понятно. Разрешите обратиться, товарищ полковник. Да, слушаю. Начальник ближайшей приводной радиостанции прапорщик Ивлев. Я по делу о катастрофе. Мне матросы сказали, что вы спрашивали о женщине. Она была на пляже в то утро. Я разрешил. А это... Она просила передать командиру. Всего три секунды. А мы на двух двигателях с трудом сели. Должны все решить сами, Тася. Чего он мячился с Назаровым? Разглядя ведь не летчиком. Вы убирались в аварии. Ты промолчал. О чем я промолчал? Что самолет садился с выключенными фарами. Ну, было. Назаров давал команду? Давал. Почему она была не выполнена? Слушай, Егорыч. Я у тебя пять лет в этих норях проходил. Ты всегда был справедливым, Варламов. Назаров сам во всем признался. Сам лишь бы признался, а дальше трава не растет. Да я за него потерял такого летчика, человека такого. Ты думай, о чем ты говоришь? Он любил Соловьева, как отца родного. Да я знаю, услышал про это. Что уж там попусту разговаривать. Задал ты мне задачу со своим Назаровым. Почему мой? Наш он. Понял? Наш. Товарищ подполковник, экипаж полета готов. Сейчас иду. Есть. Егорыч, найди меня после полетов. Продолжим разговор. Здравия желаю, товарищ подполковник. Дорожен. Лейтенант Мейников из военной прокуратуры. Помните? Добрый день. Я подключен к следствию о катастрофе. А, да-да-да. Простите, товарищ подполковник. Я вот о чем. Да, я вас слышу. По поводу переговоров членов экипажа. Ну? Меня в записи смущает фраза. Внимание, экипаж сажаем? В ней была пауза в 3 секунды. Да, я помню эти 3 секунды. А голос? Что голос? Вы понимаете, в чем дело? Мне кажется, что фразу произносят два человека. Внимание, экипаж. Говорит один, а сажаю другой. Полковника Ружова докладывали? Так точно. И что он? Ну, он считает, что человеческий голос может меняться в зависимости от ситуации. Я, конечно, мог ошибиться. Мое первое дело. Вы же понимаете, я еще... Извините. Разрешите идти? Да-да, конечно. До свидания. Опять ты с этой пленкой? Что, тебе больше всех это надо? К сожалению, здесь находятся только те пленки, на которых записаны разговоры руководителей полетов с экипажами. А все, что идет по внутрисамолетному переговорному устройству, пишет, как вы знаете, бортовой магнитофон. Если полеты проходят нормально, запись стирается. А ту пленку я хорошо помню. У нас ее взяли сразу после катастрофы. По-моему, она находится в военной прокуратуре. Можно проверить по журналу. Вот акт о передаче. Самолет номер 99, номер полета 1, экипаж полковник Соловьев, старший лейтенант Назаров, капитан Зайцев, прапорщик Михайлов. И подпись прокурор гарнизона полковник Рыжов. Спасибо, майор. Володь, забери! Извини, Негора, я задержался. Ну что вы, маме я еще ничего не сказала. Я все объясню ей сам. Пропуск. Все в порядке. С кем это, Егорыч? Говорят, мать и сестра Назарова приехали. А, нет. У вас пропуск. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Слушаю. Редактор субтитров А.Егорова Здравляемся. Он не нап 스� Успех. Вы, вы, вы. И мы субтитров А.Егорова мы субтитров Нια. Б людьми Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Подполковник Варламов, летчик-инспектор ВВС. Разрешите посмотреть дело об авиационной катастрофе? А у вас есть разрешение или допуск от следователя? Я член государственной комиссии и участвую в расследовании. Я не могу без разрешения. Дело в том, что вашего начальства сейчас нет, а мне срочно требуется. Погиб мой друг. Прошу вас. Что с вами? Вот это дело. Только здесь его посмотрите, потому что мне влетит. Хорошо. Я думаю, что вы должны все решить сами. Вы и Алена без меня целуют Ася. Простите, как вас зовут? Простите, как вас зовут? Я горяча. Это последний с ним разговор. И я не собиралась уезжать. Не удержалась Амина. Да-да. Это я, Тася. Понял, очень приятно. Вы забрали из архива пленку. Не волнуйтесь. Если вы пошли на такой шаг... Не беспокойтесь. Я понимаю, вам очень нужна эта пленка. Мое начальство... С начальством я поговорю. Может быть, вам в чем-то другом понадобится моя помощь? Пожалуйста. Спасибо, Тася. Жена Сережи была моей лучшей подругой. Я не знаю, зачем ей. Я вам об этом говорю. Когда она болела, она просила не оставлять Сережу и Алену одних. И все эти годы я старалась быть рядом с ним. Потом... Простите, я... Самолёт чувствуешь? А ну-ка, покажи мне «Хмейк». Так. Годится. Выполняйте манёвр на посадку. Понял. Радист, читайте карту. Проверить топливо в сумме и по группам баков. Проверено. Включение системы посадки. Включено. Положение проходных защёлок. По температуре. Водовое колесо. Есть. Рубин, я 271-й. Разрешите посадку. Я Рубин. Ветер 40 градусов, 5 метров. Посадку разрешаю. Скорость. Скорость. 230. 220. 210. 200. Включить посадочные фары. Внимание, экипаж. Сажаю. Сажаю, ты сказал. О следствии. Я уже всё сказал. Ты что-то не договариваешься, Назаров? А нам, лётчикам, нужна истина, чтобы не терять своих товарищей. Оперативный дежурный. Варламов говорит. Виктор Павлович. Слушай. Скажи, пожалуйста, как у тебя насчёт оказии на Москву? Сейчас узнаю. Слушай, прошу тебя, побыстрее, а? А ты что, насовсем? На один денёчек. 21. 20. Викит грузовой. Ага. Понял. Слушай, запиши меня в ад... Всё в порядке. Записано. Спасибо. О, такси! Аэропорт. Ух. Полковник Рыжов из прокуратуры гарнизона. Срочно соедините меня с генералом Полозовым. Пожалуйста. Товарищ командующий. Подполковник Варламов забрал без разрешения магнитофонную плёнку из дела о катастрофе. Помните? Ну, сотрудница архива будет наказана. Ясно. Зачем ему эта плёнка? Я понятия не имею. Я пока не стал докладывать о случившемся прокурору флота. Полагаю, товарищ генерал, полковник, мы сами справимся. У вас всё? Пока не возвратят плёнку, я вынужден буду приостановить следствие. Я разберусь. Ну вот, извините, товарищ генерал, у меня всё. До свидания. Слушай, товарищ командующий. Варламова. Срочно. Дежурного по управлению слушает. Где Варламов? Пока не нашли. Ищите. Есть, товарищ командующий. Катер. Продолжение следует... 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 Но вот почему Назаров взял вину на себя, этого я не могу понять. Смысл жизни для Назарова авиация, а то, что он взял вину своего командира на себя, я думаю, нужно не только личное мужество. Соловьев сделал из него летчика. Товарищ командович, полет прошел успешно. Ваше решение, Варламов. С новым командиром, товарищ командович. Значит, берем. Берем. Здравствуйте, дядя Сережа. Здравствуйте. А вы опять к нам приехали? Да, по службе. И за тобой. За мной? Я уж позвонил в Москву, нас ждут. Меня? Ну, вы знаете, я не поеду никуда. Не могу. Как же ты будешь одна? А я не одна. Счастливо вам. Я пойду. Давай, воюй. Счастливо. Подполковник Варламов. Полосов. В квадрате 5-10-1 Буки. Нарушение государственной границы неизвестной подводной лодкой. Вам надлежит организовать вылеты экипажей в указанный квадрат. Состав экипажей на ваше усмотрение. Действуйте. Конец связи. Продолжение следует... Действуйте. Продолжение следует... 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 ПОДПИШИСЬ! 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 ПОДПИШИСЬ!